Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на заключительном матче очередного тура РПЛ, где Спартак обыграл на выезде Тульский Арсенал. На фоне этого результата мне стало интересно, что же написали иностранцы касательно данной игры. Давайте узнаем. Я зашел в Твиттер, Фейсбук и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас, понятное дело, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, указанный здесь же, в описании к этому ролику. То вы получите бонус, три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к иностранным мнениям и начинаем с итальянца, по всей видимости, Нелло Савелли, который написал. Спартак из каждого матча устраивает драму или комедию. На этот раз в матче с Арсеналом москвичи забили дважды сопернику и еще один раз в свои ворота, подарив нам интригу перед перерывом. Очень жду эту команду в Еврокубках. С ней всегда весело. Но, как все время сказал царственную небесное Владимир Федотов, Спартак – веселая команда. Вот по-другому и не скажешь. Кеннет Томас написал, Но, к сожалению, наш чемпион, конечно, не такой крутой, как итальянский и английский, где ранее выступал Мозес. Поэтому, да, сейчас он зажигает в атаке куда ярче, чем в Интере или в Челсе в последнее время. Пьера Дироза написал, Спартак снова в зоне в Лиге Чемпионов. Стоит отметить, что в России нет чемпионской интриги. Но в борьбе за второе место тут серьезное противостояние. Ну что ж, Заруба будет нешуточной, мне кажется, в последних турах между Спартаком и Локомотивом. Здесь будет борьба без права на ошибку. Габриэль Верарди написал, Спартак с Промесом здорово прибавил в 2021 году. Команда выигрывает и борется за второе место. Как и ожидалось, покупка Промеса стала успехом. Он не так много забивает, но приносит много пользы. Ну, кстати, Промес, на мой взгляд, не ключевой фактор для последних успехов Спартака. Здесь скорее следует отметить прогресс Соболева и особенно Джордана Ларсона. Гюрхан Чесюра написал, чем лучше Тедеско выступает в России в текущем сезоне, тем больше шансов получить хороший контракт в Бундеслиге. Сейчас он вернул свою команду в зону Лиги Чемпионов. Но владелец клуба Спартак заявил, что следующий домашний матч станет для Тедеско последним в России. Значит, он возвращается в Германию и возвращается королем. Но посмотрим, как вернется Тедеско. Сейчас он действительно работает на свой будущий контракт, но пока что его задачи не выполнены. Пока что еще идет борьба за второе место и посмотрим, кто его в итоге займет. Фабио Ниро написал, Спартак обыграл Арсенал и вернулся на вторую строчку. Команда воспользовалась поражением Локомотива. Впереди у них матчи против середняков из Ахмата и Химок. Это дает шанс на успех в борьбе за второе место. Ну, в каком-то смысле у Спартака попроще график, чем у Локомотива, потому что у тех еще на носу московская дыра без Динамо. Адаму Викторе написал, жаль, что Мозес показывает такую игру в расистском чемпионате России, где его таланты не оценят из-за цвета кожи. Очень жаль. Ну, как всегда, традиционный вопли про российский расизм. Ну и Джей Вокер написал, Спартак обыграл Арсенал из Тулы. Это, конечно, не лондонский Арсенал, но этот клуб всегда был опасным соперником. В четырех предыдущих матчах этот клуб трижды обыграл Спартак, но на этот раз команда под руководством Телеско добилась тяжелой победы. Ну что ж, Арсенал действительно очень неприятный соперник для Спартака, который регулярно обыгрывает красно-белых, но на этот раз сильнее оказался именно московский клуб. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!